Всем добрый день! Я Александр Филатов, кандидат в физмат-наук и заведующий лабораторией моделирования социально-экономических процессов Дальневосточного Федерального Университета. Правда, сейчас я выхожу в эфир с берегов Байкала из моего родного Иркутска. А подвигла меня на этот шаг одна занятная статья, опубликованная на днях на очень широкую аудиторию в российской газете. И в ней утверждалось, что не только перельманы могут совершать открытие мирового уровня, но и обычные школьные учителя, такие как Ляля Зарипова из МИАСа. И она расколола задачу, которую завещал потомкам две с лишним тысячи лет назад сам Архимед. Произвольный угол разделить циркулем и линейкой на три равные части. Вот только математики не пришли в восторг от ее доказательств, не выдали Нобелевскую премию и даже толком не знакомились с выкладками. Что же здесь не так? И почему энтузиазма подобные открытия не вызывают? Начну с небольшого вступления. Математика, как точная наука, отличается от всех других областей знаний тем, что в ней не может быть разночтений. Даже в физике один эксперимент не всегда в точности повторяет другой. А уж в экономике законы вообще носят статистический характер и то с поправкой на свободу воли участников. Но в математике что доказано, то доказано. И если в игре 15 нельзя поменять местами две соседние пешки 15 и 14, то дело вовсе не в том, что не нашлось пока умного человека, который напряжется и придумает, как это сделать. И если шахматную доску с вырезанными напротив друг друга углами нельзя заместить плитками домино, то никакие яйцеголовые инопланетяне не смогут это совершить. И если Пьер Ванцель почти 200 лет назад доказал, что задача три секции угла неразрешима, то это навсегда не выдумаешь заново. И даже пытаться не стоит произвольный угол разделить циркулем и линейкой на три равные части. Любое решение, сколь бы изощренным оно ни было, заведомо будет ошибочно. Пониманию того, что математические доказанные утверждения абсолютны, должны в числе прочего учить в школе, как этому, например, учат Саватеевские 100 уроков математики. И особенно удивительно было в числе ферматистов, так часто называют людей, якобы решающих заведомо нерешаемые проблемы, увидеть учительницу. С другой стороны, понятно, почему в серьезных математических институтах на эти доказательства даже не посмотрели, как не смотрели бы доказательства человека, который утверждает, что 2 в 2 равно 5. Но вернемся к вопросу, почему доказательство не верно? Я понимаю, что среди зрителей далеко не все являются математиками, и попробую убедить всех в ошибке сам наглядным образом, а для этого приведу достаточно простую картинку. Заметим, что доказательство должно работать для любого угла. Если первоначальный большой угол равен 150 градусам, то мы должны уметь построить 50. Если нам дан угол в 30, то нам потребуется построить 10 и так далее. Мы же возьмем для удобства развернутый угол, то есть угол в 180 градусов. А, О, Б. Трисекция угла базируется на том, что строится его биссектриса. Далее мы продолжаем ее за окружность на величину радиуса до точки О1. И полученный угол А, О1, Б втрое меньше исходного. Итак, в нашем случае развернутого угла А, Б представляет собой отрезок. По построению О, О1 делит угол А, О, Б пополам на два угла по 90 градусам. То есть отрезок О, О1 перпендикулярен А, Б и равен двум радиусам. В доказательстве утверждается, что угол А, О1, Б втрое меньше, что означает равенство его 60 градусов. Но тогда все углы равномедленного треугольника А, О1, Б равны 60 градусам. И этот треугольник должен быть равносторонним. То есть А, О1 равняется О1, Б равняется А, Б равняется 2, Р. Но по построению двум радиусам в этом треугольнике равняется высота О1, О, которая заведомо меньше боковых сторон. Противоречие. На самом деле угол А, О1, Б равен двум арктангенсам 1 и 2, что приблизительно составляет 53 градуса, а никак не 60. А в общем случае ошибка кроется в том, что фигура О, С, О1, Д, вопреки мнению учительницы, ромбом не является. Да, на малых углах она очень похожа на ромб, и ошибку невооруженным взглядом не найти. Но приближение есть приближение. А в математике все должно быть точно. Так что Нобелевскую премию Ляля Зарипова не получит. И далеко не только потому, что ее не вручают математикам. Ну а чтобы впредь не попадать в просаг и лучше чувствовать истинные и ложные утверждения, рекомендуем всем читателям газеты, а также журналистам пройти популярные курсы Алексея Саватеева «Принципы математического мышления и математика для всех». А также прочесть его книгу «Математика для гуманитариев. Живые лекции». Все это легко ищется в сети в свободном доступе, а также представлено на сайте «Саватеев XYZ» и приведено в описании к видео. А еще подписывайтесь на наш канал. Маткульт, привет! Субтитры сделал DimaTorzok